Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Жуковой Алисы Вячеславовны к Васютину Олегу Дмитриевичу, интересы которого представляет Васютина Ольга Георгиевна. Иск заявлен о возмещении материального ущерба в размере 3 684 217 рублей, о компенсации морального ущерба в размере 1 миллиона рублей, о возврате долга в размере 5 миллионов рублей и процентов по долгу в размере 2 400 000 рублей. Все верно? Да. Пожалуйста, истец, слушаем вас. Год назад в своем собственном доме были убиты мои родители. После совершения преступления дом подожгли. Соседи, конечно, вызвали пожарных, но дом спасти практически не удалось. Внутри все было практически сожжено. Однако было замечено, что в доме было все перевернуто, как будто что-то искали. Также были похищены мамины украшения, телефоны родителей. И только через месяц смогли найти человека, который дал показания о том, что его наняли, чтобы совершить убийство. Убийца сказал то, что у него была задача найти некую расписку, затем убить хозяина дома и завуалировать все под ограбление. Затем он сказал, что... Данный гражданин был осужден? Да. Эти обстоятельства установлены приговором суда. Да, он был осужден и не виноват. Человек, который убил моего отца, был осужден. И после того, как был вынесен приговор, он повесился. Но, когда он давал показания, он сказал, что его заказчиком был муж вот этой дамы. Кто, откуда ты это взяла вообще? Это показано судом. Кто тебе сказал суд? Ваш муж нанял... Отвечек. Ваш муж нанял этого человека, чтобы он убил моего отца. Нашел некую расписку. Какую расписку? Расписку вообще никакую не нашли. Отвечек. Вы говорите, судом установлены. Каким судебным актом это установлено? Да, вот у меня все есть. Это приговором суда установлено? Да, да, у меня все с собой документы. Вот, пожалуйста, можете это все приложить. У меня вот, пожалуйста, все есть. Васютина также осудили на 20 лет. А какие еще у вас там документы? У меня еще есть две расписки от Васютина. Какие две расписки вообще? Это подтверждение долга, да? Не было никакой расписки. У меня есть справка пожарных, пожалуйста. Постоянно моего мужа хотят оклеветать. Отвечек. Ваша честь, ее муж нанял человека, который должен был убить моего отца из-за некой расписки. Еще год назад мой отец продал бабушкину квартиру, которая ему по наследству принадлежала. Об этом, естественно, знали все наши родственники. И мой отец ничуть не удивился, когда пришел господин Васютин и попросил у моего отца дать ему в долг 5 миллионов рублей. Он говорил о том, что у него долг в банке. Он взял кредит в банке и хотел расширить свой продуктовый магазин. Но потом какие-то проблемы пошли у него, там долги, и сейчас банк грозился отобрать у него магазин. И он просил у моего отца эту сумму денег, чтобы покрыть долг в банке, и потом он хотел продать свой магазин. Мой отец согласился. Они составили с Васютиным расписку, в которой было оговорено, что в течение 9 месяцев Васютин обязуется вернуть долг с процентами 2% в месяц моему отцу. Но, естественно, по истечению срока Васютин не вернул денег. По 100 тысяч ежемесячно. По 100 тысяч ежемесячно. Васютин не вернул деньги. Мой отец говорил о том, что пойдет он в суд, чтобы ему были возвращены деньги. Он грозился подать заявление в милицию, заявление о мошенничестве. Также он грозился наложить арест на имущество Васютина. И, Ваша честь, я требую, я просто требую, чтобы мне были возвращены эти деньги. Долг до сих пор не вернули, 5 миллионов рублей. Плюс я требую, чтобы процент вернули. Почему вы считаете, что ответчик должен вернуть вам эти деньги? Потому что судом признано, что он причастен к смерти моего отца. Он нанял человека, который убил моего отца. Сожгли дом. Откуда ты все взяла, чтобы кто-то чего-то нанял? Это судом все доказано. Убийца дал показания о том, что заказчик был Васютин. Что тот его нанял, чтобы он нашел расписку с этими деньгами. Очевидно же, что он не вернул эти деньги. Расписки вообще никто не нашел. Была расписка, я все отдала суду. Мы все деньги отдали, мой муж отдал все деньги. Ваша честь, более того, была еще вторая расписка. Какая вторая расписка? Была вторая расписка, я сейчас отдаваю ее судье. Психикой что-то на почве того, чтобы родители умерли. Ваша честь, я вам... Просто извините, правда, она меня уже достала. Вы мешаете мне выслушивать объяснение. Она мне угрожает. Я вам никогда не звонила, что ненормально. Я предоставлю вам слово, вы мне все расскажете. Правильно сидит. Ваша честь, спустя два месяца, как погибли мои родители, я вступила в наследство. И со мной связались сотрудники банка из другого города. Они сказали мне о том, что у моего отца в их банке открыта ячейка. Тогда я показала им бумаги о том, что мой отец умер, и что я единственный наследник. И когда я получила доступ к ячейке, там помимо ценных бумаг, облигаций, там была крупная сумма денег в размере 10 тысяч долларов, 5 тысяч евро, это накопление моих родителей, там еще лежало две расписки от Васютина. Что это эти расписки? Да. Первая, это про 5 миллионов, которые мы уже слышали, а вторая, про которую никто еще не знал, была написана при моей маме. Она была свидетелем. Я не удивлена, почему потом все они тоже так поступили. В этой расписке говорилось о том, что Васютин обязуется в трехмесячный срок выплатить всю сумму с процентами моему отцу. Более того, либо он выплачивает эту сумму, либо он переписывает половину магазина, 50% на моего отца. И за несколько, и за месяц, до того, как Васютин должен был вернуть ему долг или же переписать магазин, его убивают. Понятно ваша позиция. То есть по данным распискам долг до сих пор не погашен. Нет, ваша честь, я просто требую, чтобы это было возвращено, понимаете? Мало того, что я лишилась родителей, это не просто этот человек, который убил моего отца, он его пытал, чтобы эту взять расписку, он пытал моего отца. Но у него ничего не получилось. Я вас, я вам очень сочувствую, ваша позиция в суду понятна. Ответчик, пожалуйста, вы иск не признаете? Нет. Ну, я представляю... По каким основаниям? Я представляю, у меня есть доверенность, я представляю интересы своего мужа. Интересы своего мужа. Да, потому что мой муж сейчас находится в тюрьме по непонятным причинам. Его судили на 20 лет. И вот все, что она говорит, это абсолютная клевета, абсолютный бред. Да, суд какой-то части... Обстоятельства, установленные судебным приговором. Обстоятельства, да, установленные. Но муж мой не виновен в этом. Он не признает свою вину. Он согласен выплачивать какую-то часть иска. Вот есть справка о доходах. Мой муж получает очень минимальную сумму. 253 рубля. Мы готовы оплачивать и возмещать моральный ущерб за счет того, что произошло с твоими родителями. Причем мой муж в этом не виноват. Я не знаю, почему она так решила, но мы идем навстречу, да, и готовы оплачивать 253 рубля в месяц. Ваш брак сейчас не расторгнут? Нет. Совместно нажитое имущество есть какое-то? Да, Ваша честь, у них есть магазин. Нет у них никакого магазина. Уже нет никакого магазина. Ваша честь, весь магазин, который принадлежал моему мужу, есть также свидетельство о регистрации, право, теперь этот магазин принадлежит мне. Соответственно, никаких денег у моего мужа нет, кроме вот этой суммы, которую он, в принципе, готов оплачивать. Вы понимаете, что вы в браке находитесь с ответчиком? Да. Понимаете? Понимаете, что у каждого из вас есть супружеская доля? Есть. Которую можно выделить даже без процесса расторжения брака. Я вам еще раз говорю, что мы сейчас в браке, но это... Вы понимаете это? Вот сейчас я вам вопрос задал. Понимаете? Да, я понимаю. Что муж переоформил магазин на вас? Он не переоформлял, я сама его это сделала. Они специально это сделали, Ваша честь, чтобы мне не вернуть то, что мое. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать! Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все имеющие значения для рассмотрения настоящего спора обстоятельства, оценив совокупности все представленные сторонами доказательства, решил. Иск о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступными действиями ответчика удовлетворить, взыскать с ответчика в пользу юстиции стоимость уничтоженного пожаром дома и стоимость имущества, находившегося в доме в размере 3 миллиона 684 тысячи 217 рублей. Взыскать с ответчика в пользу юстиции в счет возмещения морального вреда, причиненного вследствие смерти ее родителей, в размере одного миллиона рублей. Иск о взыскании долга удовлетворить, взыскать с ответчика в пользу истицы сумму долга в размере 5 миллионов рублей, также проценты по долгу в размере 2 миллиона 400 рублей. Суд удовлетворяет в полном объеме иск о возмещении материального и морального вреда, поскольку истица, как дочь убитых, признана потерпевшей по уголовному делу и имеет право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного ей преступлениями, совершенными ответчиком. Это подтверждается вступившим в законную силу приговором суда, признавшим ответчика виновным в совершении двух преступлений, а именно, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийства двух лиц, совершенного группой лиц, в которые ответчик выступал организатором из корыстных побуждений, а также преступление, предусмотренному частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, где ответчик также являлся организатором. А вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий данного лица, то есть в гражданском суде не подлежат оспариванию обстоятельства, установленные приговором суда по уголовному делу. По указанным выше обстоятельствам суд удовлетворяет иск в полном объеме. Сторона в решении суда понятна? Спасибо, Ваша честь. Это вообще какая-то шутка, я так понимаю. Тело закрыто. Я очень рада, что судья принял решение в мою пользу. На самом деле я теперь смогу отстроить родительский дом и не знаю, как дальше с ним поступлю. Может быть, я его продам или, может быть, сама буду там жить спустя какое-то время. Может быть, я переварю случившееся и начну жизнь с нового леса. Хорошо, спасибо. Я вообще вас мужчина решением суда. На самом деле я считаю, что все это неправильно. Оклеветали моего мужа, посадили на 20 лет в тюрьму и еще на меня повесили кучу денег. Кучу бабла, которого я даже не знаю, как выплачивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok